Сегодня мы поговорим о Зомби Матч. Всем привет, друзья! С вами Акрош. Месяц назад я делал ролик про Зомботар. Про неё почти никто не делал никаких обзоров. И вам это очень понравилось. Я просто похлопаю. Я решил сделать обзор на Зомби Матч. Почему эта игра навела много шума во вселенной ПВЗ? Что на это ответили разработчики в Твиттере? Или можно ли сейчас поиграть в эту игру? Берите чипсики, печеньки или что у вас есть. И давайте начинать. Все знают, что Ириархию 3 в ряд начала Angry Birds. Roviel выпустила две игры этого типа. Angry Birds Blast и Angry Birds Pop Bubble Shooter. Angry Birds Blast это обычное 3 в ряд, где надо просто прикасаться к воздушным шарикам. Чтобы их не взорвать, надо прикоснуться к группе или более шариков. Что могу сказать? Игра это такое себе, как Angry Birds Pop, где вы уже не нажимаете на шарики, а стреляете из рогатки, чтобы свиньи упали. Единственное, что приглянулось, это хорошая графика и приятная музыка. Angry Birds это вообще такая вселенная, где можно ожидать чего угодно. Так что давайте перейдем к сути видео. Нежданно и гаданно на горизонте появляется Plants vs Zombies Forever или Zombie Match. Но не такая, а вот такая. Да-да, выглядит она так себе, но давайте поподробнее. Zombie Match это игра 3 в ряд, в жанре головоломка. Разработала её китайская компания Chocolate Paint, а издателем является Chili Joe. И все они принадлежат компании Electronic Arts. Скачать Zombie Match можно было на iOS или на Android, в Google Play или Play Store, но сейчас этого сделать нельзя. Мы прошлись с вами по основной информации этой игры. Предлагаю прийти к основе. Немного о игре. Второстепенным персонажем является Подсома, который говорит голосом одуванчика из Garden Warfare и Battle for Neighborville, как и зомби, у которых звуки взяты из вышеназванных игр. Звуки победы также взяты из них. Игра на английском языке, так что если вы знаток, то можете быстро там сориентироваться. При загрузке уровня у нас появляется Ромашка, которая преследовала нас, ПВЗ-2, ПВЗ-герои, Garden Warfare, Garden Warfare 2 и Battle for Neighborville. Персонажи. В игре всего 4 растения, чертополох, электрокамыш, вишневая бомба и двойного рахострел. Но выглядит он не как в других частях ПВЗ, а как три стрел без одной головы. Кстати, до этого он появлялся в ПВЗ All Star, что весьма удивительно, что раздраву его добавили. Ну а со встав зомби, конечно его составом даже назвать нельзя, входил только обычный зомби и гаргантюа. Графика игры. Графику зомби-матч можно назвать спорной. Она очень схожа с ПВЗ-3, она неплохая, но не отличная. Не везде прорисованы текстуры, некоторые детали нечёткие, а про зомби я вообще молчу. Полуболотная серая кожа им вообще не идёт. Геймплей игры. На поле стоят много крышочков разной формы и цвета. Цель очень проста, уничтожить зомби, чтобы они не перешли линию. Если правильно разбивать эти горшки, то зомби будут наноситься дома, в зависимости от количества сломанных горшков. Если же их не ломать, зомби будут идти дальше, и ближе к линии. Также, если уничтожать горшки, им может вырасти растение, которое будет наносить зомби дополнительный урон. В игре присутствует три игровых режима и 120 уровней. Что с игрой? Игра недолгое время просуществовала в раннем доступе, но затем она была удалена. Но если в зомботаре причина удаления неизвестна, то тут могу пояснить. Electronic Arts прекрасно знает, как игроки издых птичек отреагировали на выпуск игр Angry Birds Pop и Blast, поэтому они решили проверить это на фанатах ПВЗ. Как ожидалось, большинство игроков ПВЗ это не оценило, поэтому на игру полилось очень много хейта, под которым Electronic Arts пришлось признаться, что это была проверка. Мнение об игре. Что могу сказать об игре? Тут 50 на 50. Три в ряд развивающей игры, которая помогает развивать мозги. Тем более, она в стиле ПВЗ, что притянуло бы большее количество людей. В этой бочке мёда есть своя ложка дёгтя. Большинство уровней однообразны, малое количество персонажей и графика на троечку. Игра бы была хороша при поездке в автобусе или другом транспорте, или просто убить время. Наше видео подходит к концу. Хочу поздравить всех с началом зимы. Остался всего месяц до Нового Года, а значит на канале будет масса всего интересного. Обзор на комиксы, игрушки, обзор на фильмы, сериалы и много-много-много другое. Подписывайтесь, жмите колокольчик и пишите комментарии. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok